на портал экзигет поступил вопрос с какой периодичностью надо причащаться вы знаете у каждого своя периодичность всегда можно привести 2 2 2 цитаты великих святых наших ян затоуст говорит причащайся хоть каждый день живи как ангел васи великий говорит мы причащаемся не часто три раза неделю но если почитать кстати говоря каноны василия великого там я боюсь что у нас основная часть нашего православного населения будет стоять на паперте или так на 10-15 преподать перед теми редкими счастливчик которые могут войти в храм очень строгие каноны и смысл какой смысл причастия смысл причастия быть с богом не так важно как часто причащаешься вот мариегипетская причастилась три раза в жизни два раза перед своим подвигом в пустыне один раз перед смертью и она стала величайшей святой в истории нашей церкви вселенской вот василики и мог четыре и пять раз причащаться я грешные когда служу особенно там великим постом так сказать страстной седмицу там какие другие моменты но это только я многие священники так почему причащаться 7 дней в неделю кстати от этого мы святыми почему-то не становимся 7 дней в неделю а когда священник рукополагается в свой сан есть такой обычай 40 литургий ему служить подряд он 40 дней подряд причащается если не великий пост идет каждый день служит каждый день причащается ну это почти практически каждый священник так делает но у нас среди не все священники святые таком по-настоящему святые значит то есть мысл не в причащении смысл не в это хочу не в количестве причащения смысл быть с богом и вот тогда возникает вопрос а почему же вот там батюшки может миряне причащаются часто чаще часто почему же они святыми то не становятся ведь они причащаются против крови бога бог входит их душу бог бессилен нет отсутствие покаяния отсутствие раскаяния в грехах это единственная причина почему после же первого причастия или там второго причастия человек не становятся святым да мария гипска причастилась да она получила благодать божий величайший бог от божий вот она смогла ее реализовать за те десятилетия покоянного подвига который она так сказать совершил пребывая в пустыне она смогла это совершить вот мне надо учиться что все таки просто причащаться как факт чтобы это была встреча с богом и встреча с богом для нас грешных она же быть конечно не без покаяния а с покаянием поэтому один если ты можешь так вот по-настоящему подготовиться по-настоящему грехах своих покаяться вот так неформально подойти к этому величайшему моменту своей жизни тогда под часть это часто и пожалуйста если же тебе это усируют разных там обстоятельств невозможно причащаясь чуть пореже но любом случае нельзя превращать причащение некий обряд нельзя это превращать в обряд даже лигиозный это встреча с бога и с богом для грешника это может быть огонь и попаляющий как нам пересечено писание говорит а то из вас многие болеют даже умирает уж причащаетесь без должного рассуждения я так немножко сказал своими словами но вы можете прочитать это то найти точность цитату вот надо это помнить что это не обряд и как обряду этому относиться нельзя пусть даже тебе как-то вот и приятный и и вообще вот если взять даже в целом церковную духовную жизнь когда люди полагаются только на исполнение обрядовой стороны они тогда после венчания через какое-то время могут развестись после причащения впада могут впасть в самые тяжелейшие грехи смертные там будут все что угодно прямо чуть не в день причастия ну и так далее почему происходит принимаем таинство или то есть и перечетая станет причине без покаяния без покаяния поэтому как были священник выносит чашу со страхом божиим и верою приступите есть на страх божий есть вера приступаем а если у нас найти надо то сделать все сделать магазин ремонт работа там 5 10 а тут тут надо опять в воскресенье прочиститься ну ладно это читать не буду тут я поститься не буду это делать не буду это делать не буду главное чтобы нет и что что произойдет ничего в лучшем случае в лучшем случае то есть по милости божией ничего не произойдет а если бог на нас так сказать и как-то вот хочет особенно показать свою любовь может произойти даже что-то и не совсем хорошее с нашим зрением но это как будто разумление божие вот поэтому я ни в коем случае не хочу никого пугать я хочу чтобы мы понимали что происходит когда мы причащаемся что происходит что мы проклотили мы не кусочек хлеба с вином а плоть и кровь христово вроде кровь христово вот так к этому относиться а вот дальше у каждого своя мира кто-то и четыре раза в неделю кто-то раз в месяц но вот у меня был один случай когда пришла женщина я ее исповедовал какое-то время и потом начали говорить что надо читать евангелие надо читать утренние вечерние молитвы ну в общем стала так кратко и наставлять в церковной жизни потому что мне показалось что эти женщины только вот в церковь зашла и надо вот эти самые основные вещи дать ну там объяснить что надо молиться надо поститься немножко посиль надо на исповедь ходить это надо причащаться говорю ну хотя бы раз в месяц батюшка я причащать четыре раза в неделю там каждую неделю уж не помню очень часто причащалась меня знаете как чуть еще челюсть не отвисла так это цокнула потому что так поразился вот ее вот этой частным причащением и сознанием абсолютно невоцерковленного человека что вот я священник все-таки с небольшим каким-то опытом да почти четверть века священник и вот мне показалось что она совсем такая вот по своим с каким-то невоцерковленное поэтому вот что страшно то что причастие есть а спасения нет как это не страшно и странно не страшно звучит а действительно страшно звучит что по очищаемся а не спасаемся так вот бог естественно не для этого пришел на землю на человечество распялся воскрес и дам нам свою плоть крестово чтобы мы вот это все использовали в туне потому серьезное отношение когда ты серьезно подошел к этому тогда тебе бог с покоением тогда бог тебе естественно и воздаст и притом знаете если я человек утверновачальный конечно он не так в особенно формально внешне про частиц не вы можете не всех канонов там пост можете не будет не такой строгий но вот это движение к богу для него иногда является таким подвигом его душевного такого сил его души что бог это очень ценят когда когда вот люди какие-то знакомые там жены мужья особенно это женщина может относится пытается мужу сразу там три канона три три дня поста там неделю поста там с обменились а сроколеного со своему мужчину мужа то они конечно неправильно делают вот для них другая мера то что он пришел в церковь и поста потора часа это может быть величайший подвиг и подвиг больший чем для тебя что ты прочитал три канона псалтырь акафист три главы из евангелия стока табали из апостола а стоял несколько литургий и все для тебя будет меньший подвиг тема то что он пришел и час постоял в церкви все это одно очень сравнение так сказать на самом деле так сказать попознается и у него может быть будет более достойное прочищение благодаря его такую внутреннюю подвигу чем то что когда мы все внешне соблюли для нас это уже найти такой такой обыденный процесс вот мне один знакомый решил причаститься знакомая девушка знаете сколько она читала три канона и посреди причастию читал их 10 часов подряд она стала вечером читать и утром закончили законы или другие потому что читал первый раз по складам вот это подвиг а у нас что такое иногда у людей церковленных поэтому все вот нужно силы души вот не столько важно эта внешняя форма там канон не канон это очень важно я за них я сам все читаю другим советую но важно чтобы это неформально чтобы душа затронула этот затронула душу не пробубнить не вычитать и так спокойно я подготовился к причастию все хорошо иду прочищаться замечательно не подложишь причастие если у тебя нет покаяния если ты себя дочитаешь достойным причастию день ты не подготовился к причастию пока нет вот смысл подготовка причастию и как часто может причащаться чуть как ангел каждый день а если нет то уже по мере той сил души то его насколько тех сил который ты можешь потребить я подготовка причастию сколько ты можешь но готовиться надо обязательно и серьезно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео